я для тех кто смотрит еще лекции по питончику не со стыдом в общем признаешь что я повторил свой подвиг прошлой лекции и сначала написал одну лекцию один план как мне показалось очень хороший и вы можете его видели он назывался у многофайловая сборка вот а потом внезапно перенес его на следующий раз потому что я понял что хороший как мне показалось интересный рассказ про мейк мейк файлы формально говоря нам еще рано в нем участвовать потому что ну если тут есть люди которые там в достаточной степени не в теме то было бы неплохо в принципе познакомиться с тем что такое терминал как в нем программировать а заодно заодно изобразить некоторый примитивный проект хишной программы в котором есть не только хишный код ну и скажем мейк файл там в общем немножко освоится с вот этой средой о которой мы тут решили разговаривать поэтому я спешно переписывал сегодня план ну в общем посмотрим что получится я надеюсь будет по крайней мере более толковым прежде чем прежде чем мы с вами начнем говорить про терминал и вот про это все такое значит один маленький один маленький секрет или точнее кусочек связи не которую мы с вами не успели освоить на позапрошлой лекции где рассказал по секью решил вот смотрите я тут радостно захожу на нашу удаленную машину с практикумом которая виртуал очка абсолютно не вводя никаких паролей именно так мы это делали на позапрошлой лекции потому что я сгенерил беспарольный ключ вообще без парольный ключ это нехорошо потому что если этот ключ попадет кому-то в руки а вы помните да закрытый ключ вы не показываете никогда и никому и он на то и закрыт его не надо никуда копировать ничего он где-то хранится в надежном месте но даже если он попал в некоторое надежное место смысле я даже если это место действительно надежно есть шанс что он утечет вот каким-то образом там ну люди получат физический доступ к вашему носителю еще что то и поэтому рекомендуется ключ тоже запароливать если мы запароливаем ключ получается одна неприятная штука сейчас мы это сделаем попробуем вот мы тут на соседней машине я зайду на linux прок а вот здесь вот я скажу волшебную штуку вот так вот что это такое сейчас будет понятно теперь если я попробую зайти на этот самый linux прок у вас спросит пароль пароль и не помню но это не важно важно то что я пытаюсь смотрите я пытаюсь зайти на удаленную машину он предлагает несколько приватных ключей которые у меня тут имеется ни один из этих ключей на сервер не подходит по разным причинам в частности потому что один из этих ключей просто запароленный то есть этот ключ с которым я мог бы сходить на удаленный сервер него ну пароль введен да вот ни один из этих ключей не подходит если бы ключ был беспарольный ну давайте сейчас это сделаем ну-ка давайте попробуем ну он его не не пытался даже попробовать да а мы дайте так сделаем можем прямо ключ какой-то ему предоставить не можем вот именно что не можем ладно тогда мы чуть позже с проект проговорим значит я знаю что делать надо надо сделать вот так вот вот обратите внимание что среди моих ключей я только что сгенерил беспарольный ключ вот он назывался так как называются ключи по умолчанию когда мы заходим по сссх вот ключ был беспарольный обратите внимание я значит пароль не вводил вот и при попытке удаленного захода как видите мой сссх обнаружил беспарольный ключ такой видите разницу в прошлый раз он пытался туда зайти и этот ключ ему не подходил а в этот раз он обнаружил беспарольный ключ вот и попытался его предложить серверу но он сказал что нет сервер говорит что этот ключ негодный вот мы ему предложили этот в этот ключ но он не зашел и вот мы если мы сейчас этот беспарольный ключ добавим к списку открытый ключ беспарольный то мы сможем зайти проблема состоит в том что беспарольный ключ надо охранять давайте мы его перегенерим и защитим его какой-нибудь пас фразы вот ну как видите на этот раз идея состояла в том что ключ поскольку защищен пас фразой он его не предлагает мы же не знаем что он его вот угодится хорошо теперь давайте что сделаем давайте как полагается добавим добавим к авторазит кис наш свежесгенеренный вот этот ключ вот этот вот публичный вот он он как видите типа на самом деле rsa это нас обманули ну неважно вот и попробуем зайти еще раз о что сейчас произошло поскольку удаленный хвост говорит что у него в список авторизованных ключей входит вот этот свежесгенерированный нами ключ он пытается сначала произвести предлагает ему этот ключ хост говорит да 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 это хороший годный ключ давай организуем асимметричное шифрование по 20 ключами но мы когда генерировали этот ключ мы ему выдали пароль он спрашивает а ты пароль введи ну я сейчас веду конечно и нас туда пустила в первый раз я просто неправильно взял то есть смотрите вот значит идея стоит в том что мы стремились избежать ситуации когда мы при заходе на удаленный сервер вводим логин и пароль и вместо этого мы туда вводили соответственно подсказ подкладывали ему ключ вот мы подложили ключ и при входе на удаленный сервер мы внезапно вводим логин и пароль казалось бы зачем такая ерунда когда мы из только что избавились от ситуации когда мы вводим пароль а теперь мы опять вводим пару ерунда это имеет два очень важных отличия значит первое отличие состоит в том что мы вводим не пароль от удаленного сервера а пароль от нашего ключа и он везде одинаковый то есть ну понятно если вот человек который там админит кучу серверов него кучей кант в разных местах у нее все время разные пароли причем одинаковые пароли это очень плохая идея потому что стоит в каком-то из этих мест продолбать пароль то он продолбается от всех остальных мест вот типичная ситуация когда у вас уводят аккаунт там не знаю в каких-нибудь прости господи не знаю тик токах до вайберах или чем-нибудь чуть-чуть вот таком и прочих и прочих вазя пах вот а у вас по случайности не только в азиапе пароль такой же от вашего логин но там в гугле в вашей засекреченной почте еще вот это вот ну и все так вот ситуация когда мы вводим логин от удаленного сервера и пароль от удаленного сервера опасны вот а вот когда мы вводим логин разумеется от удаленного сервера а пароль от ключа она слегка Это менее опасное, потому что, во-первых, это пароль один, а во-вторых, и это главное, ваш удаленный сервер ничего не знает и ничего не спрашивает про пароль. Пароль у вас спрашивает, не удаленный сервер, а ваш тут уж не ССХ, чтобы начать шифрование. Помните, асимметричное шифрование устроено таким образом, что ключом на этой стороне вы шифруете одним, а ключом на другой стороне вы дешифруете другим. Так вот, для того, чтобы начать вообще шифрование, ваш ССХ спрашивает, а вы пароль-то введите от вашего ключа? Этот пароль вы вводите на той локальной машине, на которой и так и без того лежит ваш закрытый ключ. Вы и так без того этой машине доверяете. Вот это второе главное отличие, которое состоит в том, что вы производите, вы не передаете в этот ваш пароль никуда. При вводе этого пароля вы общаетесь с доверенным хостом, тем самым, на котором ключ лежит. Это очень важно. А дальше вы с этим ключом занимаетесь шифрованием, ходите на удаленную машину и все хорошо. Тем не менее, конечно же, неприятная ситуация, когда мы вынуждены всякий раз, когда мы заходим на удаленную машину, вводить пароль. Неприятная. От этой ситуации можно избавиться с помощью специальной штуки, которая называется Secure Shell Agent. Агент – это программа, которая запускается более-менее автоматически. Если вы пользуетесь классическим Linux-дистрибутивом, то она запускается где-нибудь в бэкграунде в качестве одной из служб вашего пользователя. Если таким немножко вручную сооруженным, как в моем случае, то этот агент запускается отдельно. Давайте даже я его ради интереса прибью. Теперь я не смогу зайти с агентом на удаленную машину, но я его могу теперь запустить снова. Давайте проверим, что его нет. Вот мы снова запускаем с хагент. Он запустился. И он мне рассказывает про себя некоторые интересные подробности. В частности, он рассказывает про то, что у него есть сокет, то есть сетевое устройство, через которое, собственно, происходит аутентификация. Ну, у него есть процесс ID, фактически я могу просто копипастить вот эти строчки, ввести их руками, и теперь у нас будет новый агент. Этот агент предназначен для того, чтобы держать в памяти ваши закрытые ключи. И, прошу заметить, распороленные, то есть вы запускаете агента, скармите ему ключ, распороливаете его, естественно, на этой машине и только на ней, на локальной, которой вы доверяете. А дальше с этим ключом, собственно, происходит шифрование, и ваши данные шифруются, и мы уходим на другую машину. Пример. У нас есть, значит, наш свежесгенеренный такой неправильный ключ, который называется вот так, но на самом деле нет. Мы говорим с ССХ. Да, сначала давайте посмотрим. Вот, в данный момент агент запущен, если бы он не был запущен, нам бы сказали, что он не может достучаться до агента. Запущен с таким пидом, и вот на этом сокете он слушает. Вот, и у него в данный момент нету ни одного, ни одного ключа, который бы он мог демонстрировать удаленным хастам. Мы можем сказать СХАД, можем сказать ему конкретный ключ, который мы хотим добавить, а можем сказать просто СХАД. Ну, давайте добавим конкретный ключ, да, вот так вот скажем. Вот, неправильно сказал. А, там минус F не нужен. Вот, конкретный закрытый ключ мы ему добавляем, он говорит, введите пароль. О, что теперь произошло? В список распороленных, болтающих сейчас в памяти на моей доверенной машине ключей, вставлен вот этот ключ, который мы только что сгенерили. Теперь, если я зайду на удаленную машину с помощью ССХ, то, давайте попробуем, минус V, то происходит следующая картина. Вот, мы поехали на удаленную машину. Вот, обнаружился ключ, который, где там офферинг, вот, обнаружился ключ, закрытый, открытую часть которого мы можем предложить удаленному сервису, со словами, вот, давай-ка по этому ключу оттенфицируйся. Сервер говорит, да, 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 хороший, годный ключ, в Authorized Keys, он лежит. Давай. К этому моменту все необходимое для шифрования с помощью этого ключа уже находится в памяти у нашего агента. Мы ему при добавлении этого ключа скормили пасфазу, и теперь он может шифровать. Агент говорит, окей, я могу, сходи ко мне по вот этому сокету, и данные будут шифроваться. Все, на этот момент аутентификация произошла, потому что наш агент узнает, как шифровать данные нашим закрытым ключом, и данные шифруются, и мы ходим на удаленной машине. Вот, обратите внимание, что пароль мы ввели один раз, ввели мы его, разумеется, на нашей локальной машине, и вся аутентификация происходит следующим образом. Для того, чтобы данные могли зашифроваться закрытым ключом, они скармливаются агенту, агент шифрует, и потом, вот, такие дела. Если вы думаете, что это все, то это не все. Попробую скопировать этот ключ на другую машину. На другую машину. А для того, чтобы сходить на другую машину, туда надо засыхаться. засыхаться. Вот. Значит, да, правильный ответ, да. Значит, смотрите, вот я зашел на другую машину, и я хочу на нее уметь попадать с помощью этого самого ключа. Ну, я проделываю ту же самую картину. Я говорю, cut. Afterized keys. Ну, то есть, ssh. Afterized keys. И, что там у нас? Вот этот ключ. Обратите внимание, что ssh. ht-l нам показывает список отпечатков ключей, а минус-l большое, прям сам ключ показывает. Мы можем его тупо туда добавить. Теперь я смогу ходить и на эту машину тоже с этим ключом. Сейчас покажу. А, если у меня агент запущен, естественно. Не отсюда, вот отсюда, да. Да. Ну, вот. Вот я на удаленной машине, да. Это тот самый греб. Значит, обратите внимание на одну странную штуку. Здесь вот эта штука работает, здесь не работает. Почему? Да потому, что у нас здесь сведения о... О сихоагенте новой, актуальной. Она на этом терминале еще старая. Такая копия Shell, который запустил на этом терминале, она... Вот, видите. У нее какие-то другие мнения о том, где находится сокет. И какой пин у данного агента, да. То есть, вот здесь вот сведения правильные. Мы только что вручную здесь запустили агент. А этого агента мы прибили на данный момент. Вот. И вот теперь начинается самое интересное. Самое интересное заключается в следующем. Если я хочу, например, зайти на удален... Нет. Вот так вот, да. На удаленную машину... Да что ж такое? А, вот. Зашел. Вот мы зашли на удаленную машину. Обратите внимание, это как бы беспарольный вход. На самом деле он, разумеется, с паролем. Потому что мы предлагаем ключ запароленный. То есть, все хорошо. Если мы теперь хотим зайти на следующую удаленную машину, у нас, разумеется, спросят пароль. Ну, есть, конечно. Я узнаю этот ключ. Вот. Спрашивает пароль. Но, и это, собственно, то, на чем я хотел закончить вот этот кусок. Мы можем принести агента, точнее, не самого агента, а его сокет с собой. То есть, при заходе на удаленную машину, сказать минус А. И у нас внезапно образуется какой-то сокет на той удаленной машине, к которому можно сходить за аутентификацией. И, мало того, после хождения к этому сокету за аутентификацией, будет выяснено, что есть ключик, который мы можем предъявить. Как это происходит? Происходит сетевое подключение по сокету, не сетевое, это Unix Domain Socket, подключение по сокету вот к этому сокету на той машине, на удаленной, на Linux-праке. Дальше все это по защищенному Secure Shell каналу, который мы только что установили с помощью СХ, идет сюда. Настоящий агент запущен на этой машине. Дальше он аутентифицирует, а дальше он идет обратно с вами, вот твои данные. Соответственно, если я сейчас полезу на следующий компьютер, у меня не спросят пароля. Ну, вот здесь вот его спрашивают, но тут, там так Shell настроено, это другой пароль. Вот. Смотрите, да? Сейчас я нахожусь на компьютере под названием grep, вот я оттуда отсоединяюсь, сейчас я нахожусь на компьютере под названием Linux-прак, вот я оттуда тоже отсоединяюсь, и сейчас я нахожусь на том компьютере, с которым я читаю лекцию. При этом пароль я не вводил ни разу. Ни здесь не вводил, ни здесь не вводил. Вот эта строчка, пускай вас не смущает, это в какое-то совершенно другое место она везет, хотя, впрочем, я могу рассказать, что это за штука. Вот. То есть, ну, если я вас запутал, давайте я немножко, ну, даже не знаю, давайте вот так вот сделаем. Ща. Или не сделаем. Ну, ладно, бог с ним. Значит, у меня просто больше времени нету, но идея, я надеюсь, вам понятна. Идея состоит в том, что если мы осуществляем подключение по Security Shell со специальной опцией минус А, то все ключи, которые в данный момент зарегистрированы в нашем агенте, приезжают на удаленную машину. Приезжают не ключи, да, на удаленной машине, мы ей не очень доверяем. На удаленной машине нету агента, который бы хранил распорольные ключи. Не дай бог. На удаленной машине есть только сокет, по которому можно пройти к нашей исходной машине, там зашифровать вот этим закрытым ключом распорольным, а дальше эти данные идут дальше. Такие дела. Вот. И если мы можем, эту поиск про старушку, продолжайте сколько угодно, да. Вот мы перешли на другую машину. Вот мы сейчас перейдем еще дальше. А, там порт другой. Ну ладно. Ну не знаю. Ну, косики, прости. Вот так-то я могу сделать? Да, есть, есть. Нет, не могу. А, потому что с этим ключом не могу. Ну, короче говоря, ну вот обратите внимание, да, значит, мы агента пытались притащить, он предемонстрировал ключ, но меня не пустили на эту машину, потому что по этому ключу меня там не пускают. Кстати, его надо отовсюду удалить, потому что это плохой негодный ключ, на самом деле. он нужен был нам только для экспериментов. Хорошо. Ну вот. Давайте отсюда удалим. Свежеизготовленный. Давай, 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 давай. Вот. Значит, чтобы закончить эту тему, скажу, что помимо, помимо, читайте документацию по СССР, помимо проброса агента вместе с сокетом, чтобы вы могли авторизоваться у вашего конкретного агента со своими ключами, есть еще две штуки, о которых следует помнить. Это, во-первых, специальный подтверждатель, который называется SSH ASKPASS, который у вас на той машине, на хост машине спрашивает, а действительно ли это вы стараетесь подключиться. В чем идея? Допустим, машина LinuxPrag компрометирована. Я пытаюсь зайти с использованием вот этого ключа на удаленную машину, он уже распарольный, поэтому меня ничего не спросят, вот, а вдруг это не я, вдруг это суперпользователь root притворился мной и пользуется тем фактом, что у меня опубликован сокет, и через него суперпользователь на той машине осуществляет подключение. Беспарольный, прошу заметить. Вот, в этом случае надо бы, чтобы мне кто-то выскочил какая-то менюшка с вами, а тут вот кто-то коннектится, это вы, я бы сказал, да, это я, а пароль не нужен. Вот, это первое, называется syshaskpass, вот, а второе, вот, ну вот видите, их есть разных много под каждый, под каждый вариант, вот, аскпассов этих самых, вот, а вторая фишка состоит в том, что помимо сокета от вашего агента, с помощью sysh вы можете пробрасывать вообще любую интернет сокет. То есть, вы можете пробрасывать, значит, прокси сделать, сокс, вы можете пробрасывать любое соединение, вот, ну, в общем, много чего можете делать, опять же, смотрите документацию, смотрите какие-то советы, это немножко лежит в стороне, вот, нашей теме, с вашей, с вами темы. Теперь, собственно, разговор про терминалы. Остался на час, но я думаю мы успеем. Значит, как вы помните, терминал, это такая штука, об этом у нас был когда-то разговор, не так давно. Давайте, кстати, вот, относительно замечания Артура, я замечу, что хорошим тоном считается задание суперпользователю, либо вообще невозможного какого-то пароля, да, из 32 символов, значит, выгравленного на платиновой табличке и спрятанного в сейф навсегда. Вот. Который никогда, либо вообще убирание пароля, хотя это опасно, короче, пароль суперпользователя никогда не используется вообще. За исключением каких-то ситуаций, когда вы приходите в серверную комнату и с консоли логинить. А для того, чтобы получить доступ по Secure Shell, вы подкладываете суперпользователю ключик и заходите с этим ключом. В чем идея? Идея стоит в том, что когда вы заходите с паролем под суперпользователем, вообще, говорит, непонятно, кто это сделал. Ну, скажем, всякие бот-фермы очень любят подбирать по SSH пароли. Они прям вот, вот прям обожают это сделать. Сосыхаются и подбирают. Особенно рутовые. И когда у вас кто-то внезапно по SSH рутом с паролем зайдет, вы не будете знать, кто это, ну, будете знать какой-то IP-адрес его, все. А вот если вы запретили заход в SECURY SHELL под рутом с помощью пароля, но разрешили заход с помощью ключа, вы всегда знаете, с каким конкретно секретным закрытым ключом был произведен вход. А поскольку секретный ключ никому нельзя рассказывать, это будет означать, что либо у человека проблемы, и он пропалил свой закрытый ключ, либо это действительно тот самый человек с тем самым ключом, вот он зашел, все. Пароль можно подобрать, пароль можно случайно разболтать, пароль вообще штука ненадежная, закрытый ключ случайно нельзя пропалить, закрытый ключ можно пропалить только по большой дуне. Такие дела. Это к вопросу о том отключатель рута. Теперь возвращаемся к терминалу. Значит, насколько мы помним с прошлого с вами разговора, терминал это такое устройство, которое раньше было вообще железным. Я не знаю, я показывал вам что-нибудь такое вот. О, это терминал. Да? О, вот он. Значит, обратите внимание, что он похож на компьютер, но в действительности это устройство для последовательной передачи в обе стороны в обе стороны байтов. То есть, вот этот вот телевизор, который мы видим, электронно-лучевая труба, она просто передает, показывает вам байты в том порядке, в котором они к вам приходят, а вот эта клавиатура, она их наоборот передает. То есть, это устройство, предсоединяемое к ум-порту, последовательному порту, который умеет только байты передавать, от которого байты с клавиатурой едут в одну сторону, а байты, которые идут с той стороны переезжают, переезжают, показываются вам на на электронно-лучевой трубе. Нет ни аналог тонкого клиента, это тонкий клиент, аналог терминала, понятное дело, да? Значит, то есть, вместо того, чтобы работать непосредственно с консолью, вы работаете с вашей удаленной системой посредством передачи байтов на расстоянии. Такое устройство подсоединялось проводами к компьютеру, иногда, нередко их было несколько, чтобы несколько пользователей могли одновременно работать. Каждый терминал обслуживает терминальную линию, вот это все. Однако, как уже было сказано в прошлый раз, терминал, или там в позапрошлый, терминал это не только ввод и вывод байтов, но еще возможность управления вашей линукс-машиной издалека. Значит, мы знаем, что да, 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 вот где-то того времени они все. Значит, мы знаем, что байтики, которые вы передаете на ту сторону, некоторые имеют собственные значения. Например, если нажать Ctrl-C, то на настоящем терминале аппаратном этот превратился бы в символ с кодом 3. Фактически так оно и происходит. Ctrl-C это, значит, буква C, у которой оторвали какой-то, не могу сейчас точно сказать, пятый бит или шестой. Вот. И получилось, значит, символ с кодом 3. Но этот символ с кодом 3 до приложения, в данном случае, программы Cat, не доходит, потому что свойство нашего устройства передавать байты, свойство, что оно терминал, определяет, что именно символ Ctrl-C превращается, не передается никуда, а превращается в посылку вот этому самому приложению сигнала Linux-ового. По-моему, сектерм, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Важно то, что, например, если я нажму Ctrl-E, то это Ctrl-E вполне себе передастся на, ну, давайте вот так, hexdump минус C. Вот, смотрите, Ctrl-E, Ctrl-P, Ctrl- что там еще можно сказать? L. Вот они. Ctrl-E имеет код 10, Ctrl-P имеет код, в смысле, 5, Ctrl-P значит, 10, ну и так дальше. Перевод строки имеет код 0A, да, собственно, 10, десятичная, а это 16. То есть, все символы, которые не являются управляющими, отлично доходят до той стороны, вот, для примера, да, вот, а вот символ Ctrl-C внезапно все прерывает, потому что он является управляющим для терминала. Вот, еще некоторое количество символов являются управляющими для терминала, например, вы можете тому же, тому же, этому самому послать Ctrl-D, вот, Ctrl-D, обратите внимание, сейчас посмотрим, не является, не приезжает в качестве символа с кодом 4, а вместо этого говорит о том, что для программы Hexdump стандартный ввод закончен. Это, опять-таки, свойство терминала обрабатывать входной трафик. Некоторые символы управляющие. Ну, еще можно вспомнить символ Ctrl-U какой-нибудь, или Ctrl-W, это был Ctrl-U, а это Ctrl-W, которые позволяют редактировать вводимую строку даже, вот, безо всяких, до того, как это все отдастся приложению. Все это делает терминал как устройство. Есть такая команда, stty, минус а ему надо сказать, которая, собственно, рассказывает, как именно настроен ваш терминал, именно в смысле его управления. Вот тут написано, что сектерм будет посылаться с помощью клавиш Ctrl-C, что конец файла с помощью Ctrl-D, удаление всей строки с помощью Ctrl-U, кстати сказать, удаление одного символа Backspace тоже тут. в общем, вот некоторые параметры вашего терминала настраиваются вот таким образом. Они настраиваются. Кстати, сказать, вы можете, например, сильно извратиться и написать так. Inter равняется Ctrl-E. теперь смотрите, Ctrl-C не работает. А что работает? Работает Ctrl-E. Вы можете переопределить эти стандартные настройки терминала. Я не хочу. Вот. Но это еще не все. Еще одно свойство терминала. Собственно, почему вот этот вот эмулятор терминала, с которым мы работаем, а это, конечно, уже не аппаратная штука, а некоторая программная имитация всего того же. Когда мы, значит, вот этот экранчик, это как бы наш электронно-лучевая трубка, вот эта клавиатура, это как бы клавиатура нашего терминала, вот та самая, которую видели на фотографии, и все это вместе делает вид, будто оно настоящий терминал, вот, который, кстати сказать, как правильно тут было сказано, был достаточно сложным устройством, имел внутренний процессор и умел много чего. Помимо того, что он умел передавать байты, терминал еще умел при выводе на него, на терминал каких-то специальных символов что-то делать с этим самым экранчиком. Смотрите, давайте ему какой-нибудь escape, скобка, жидкость, капиталь, нет, escape, нет, нет, ну, я так не играю, хорошо, я тогда лучше вот так вот, да не, нет, 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 рейзер, а что есть, клет, о, а, вот, значит, давайте попробуем, escape, скобка, 3, а 4, а это что, а, ж, а дальше escape, ну-ка, давайте, escape, escape, скобка, 3, ж, не хочет, ну, вот, не получается, а так получается, ну, хорошо, ладно, тогда что-нибудь другое придумаем, в конце концов, вариантов много, я пытался очистить экран, но мне ничего не вышло, но в любом случае, в любом случае, вот можно так же сделать, да, вот, о, а давайте вот что сделаем, вот, смотрите, вот у нас есть файл, который называется clear screen, в котором хранятся, сколько, 20, 11 байтов, да, 11 байтов, вот эти 11 байтов, надежно очищают экран, мне кажется, достаточно одного, ну, бог бы с ним, вот, значит, надежно очищают экран, в том смысле, что если мы скажем вот так вот, произойдет вот такое, что это означает, это означает, что в нашем файле записаны какие-то символы, при выводе которых на экран, вместо того, чтобы на экране появлялись буковки, экран делает с собой чего-то вот такое интересное, ну, например, очищается, вот, вот такие штуки называются управляющими последовательностями, и терминал как жильяка, или эмулятор терминала как устройство, обладает свойством их интерпретировать, то есть, ну, на этот раз я все-таки попробую, escape, скобка, 1, M, . escape, скобка, M, . escape, скобка, 43, M, . что там, зеленым по желтому, escape, сколько, 2, M, . это я просто помню. Значит, смотрите, что происходит. Я взял и вывел на экран управляющую последовательность, ну, скажем, вот такую, escape, скобка, 36, M, . которая командует нашему терминалу, перекрасить его шрифт в другой цвет, а здесь вот перекрасить фон, а здесь вот включить режим жирного, а вот там еще будет подчеркивание, сейчас попробую. Ой, нет, это режим полутонов. Не хочет. Вот, а это режим подчеркивания, ну, короче, вот. То есть, никаких синих букв не существует, синих байтов тоже, да, а также желтых, и зеленых, и всяких других байтов не существует. Существует сам терминал, которому при подаче некоторой escape последовательности на экран, он, значит, что-то с собой делает, и дальше продолжает работать, как печатная машинка, только вот в перекрашенном виде, или еще что-то. Что более важно, а сейчас, а сейчас, вот, в частности, есть довольно интересная штука у всех современных терминалов которая состоит в том что мы можем позиционировать курсор в произвольное место вот этой вот картинки опять-таки это не значит что у нас есть какая-то матрица каких-то символ терминал это устройство последовательного вывода как печатная машинка просто в отличие от печатной машинки операция поставить курсор в произвольное место гораздо более простая вот в печатной машинке мы бы крутили задом наперед бумажку мы бы значит там нажимали бы пробел чтобы значит каретка у нас встал в нужную позицию а в случае в случае эмулятора терминала это все гораздо проще можем взять надо написать escape скобка опять таки ну скажем у нас не помню что сначала по моему сначала номер строчки а потом номер колонки обратите внимание куда у нас перескочил курсор давайте мы даже еще интереснее сделаем escape скобка 10 20 h и тут давайте напишем строчку которая должна у нас появиться на экране вот она и курсор переместился разумеется сюда что при этом произошло при получении вот такой escape последовательности терминал спозиционировал курсор вот сюда вывел ну дальше стал выводить как полагается вывел строчку и вообще стал продолжал продолжу работать как ни в чем не бывало вот кстати сказать вот этот самый h это означает позиционирование курсора и escape скобка h это означает приционирование курсора вот сюда escape скобка дважды теперь я даже знаю что вот пожалуйста вот вам очистка экрана вся всего такие дела таких способностей у терминала довольно много прям скажем очень значит но что самое такое при неприятно или как это правильно сказать причудливое это то что поскольку аппаратные вот такие терминалы делали люди которые раньше производили печатные машинки их представление о том как надо этими терминалами управлять было самым феерическим то есть вот во времена засилье аппаратных терминалов там 70-е 80-е годы различных моделей с различными управляющими последствия насчитывалось сотни то есть пришлось даже сделать специальную базу данных общую для всех unix и linux систем в которой бы описаны были все возможные терминалы и все возможные способы им управлять именно так их там действительно сотни если не тысячи терминалов различных и способами значит их escape последовательности очень-очень различные я не знаю что и зигзаг из артуина но возможно вы правы на сегодняшний день аппаратные терминалы это в общем довольно большая редкость вот воду некоторых на работе стоит а у некоторых уже не стоит вот эмуляторов терминалов на свете в общем много я пользуюсь x термом в данных лекциях но скорее всего в том дистрибутивление с которым будете меддела будут будет что-нибудь другое ну какой-нибудь не знаю там что у меня еще тут стоит ну тут наверное стоит когда и терм конечно только я не такую запустить в общем ну ладно тогда не буду ничего показывать бог бы с ним все равно у нас главное главное в другом я хотел показать другой вид терминал то почти наверняка вы увидите увидите значит увидите его в своем линус дистрибутиве в частности даже в случае когда вы пользуетесь стандартным дистрибутивом вот этот тип терминала с вы работаете может быть слегка разным например обратите внимание что в моей переменной окружении написанных с тем 26 color не факт что у всех у вас будет также когда вы будете работать и это будет означать что мой терминал умеет выводить буквки 20 250 различных цветов а вас возможны только 16 вот тогда он будет называться просто xtl для того чтобы как вы видели я уже этим пользовался не пытаться вспомнить наизусть не пытаться вспомнить наизусть все иски последовательности которыми управляются данный конкретный терминал они еще и разные существует специальная база данных которая называется терминфо по крайней мере в линуксе она так называется и утилита tput с которой мы уже были знакомы вот я как говорил ты тут и рейс но только не сакли или какой-нибудь put cup 1020 вот это вот 10 строчка 30 колодка вот который сходит к этой базе данных оттуда вы нет как сделать курсор позишен и вот сделать курсом позишен отвечаю на вопрос егора да вы правы более того спасибо что вы напомнили про линуксовую консоль потому что в действительности как минимум два принципиально различных тип терминалов дожили в линукс до сих пор это тот терминал текстовая консоль в которой загружается линукс до старта графического графической подсистемы да и это то что у нас имитируют эмуляторы терминалов которые кстати тоже немножко разные тип терминала который запускается в консоли называется по-моему линукс вот остроумненько а вот как вы видели тип терминалов которым работаю я называется и к стену есть еще некоторые варианты но этот вот два самых глав вот значит курсор позишен например вот тот самый который escape скобка h вернее две координаты hd можно можно вызвать вот так тут в разных шеллах еще типа есть ехать и цену еще такая утилита но это бог бы с ним значит для того чтобы тут у вас заработал нужно поставить какой-нибудь пакет который он его содержит вот так на всякий случай так что-то еще хотел сказать и перейти уже к хи а инфо цемп и значит это утилита которая возможно у вас лежит в каком-нибудь странном пакете в случае альт линукса она лежит видите в термутилдивил то есть далеко не прямо вот ее нужно ставить ну так вот утилита инфо цемп вам выдаст описание текущего терминала вау описание текущего терминала со всеми его способностями вот этот птичий язык страшный и ужасный описан в документации можно почитать man термин фон там все есть вот насколько он сам с вами нужен вопрос очень сложный видимо не очень нужен вот я раньше был большим в этом деле специалистом сейчас немножко поувял вот на этот счет но тем не менее да вот как бы пожалуй самое интересное что можно показать в этом случае это посмотрим что у нас там с поддержкой цвета о нет церкового процесса фрагмент смотрите вот есть есть последовательность которая на языке библиотеки называется сет фрагмент на птичьем языке называется сет ф давайте мы поищем еще а вот есть еще сет of red ground тут два разных вот давайте посмотрим если у нас тут сет ф сетов отсутствует а сет аф а вот сет аф есть обратите внимание какая она страшная это страшный escape последовательность там есть как человек который немножко знает терм терминфо там есть условный оператор что если номер цвета мой меньше восьми то выводится 1 escape последовательность если меньше 16 то другая а в противном случае 3 такая вот такая вот страшная и ужасная штука с включенным внутрь условным оператором но для нас важно что она есть и мы можем взять и например сказать тут set аф ну какой-нибудь 111 цвет как голубенький а какой-нибудь 11 цвет будет такой жонтенький а какой-нибудь 211 будет вообще розоватый вот значит ответ на вопрос как линокс определяет тип терминала никак в том смысле что никаких никого аппаратного протокола который позволял бы вы выяснить тип терминал не существует и если я скажем неправильно его настроил то все станет довольно плохо вы даже не сможете воспользоваться редактором я если у вас в вашем терминале неправильно описаны позиционирование курсора смотрите вот я запускаю редактор вим и все хорошо теперь я говорю терм по совету по совету андрея переопределяю ну скажем vt220 и вроде у нас все хорошо ой хорошо vt220 единственный что у нас цвет куда-то подевался значит escape последствий vt220 совпадают с escape последствий экстерма а вот если я напишу vt52 видите да что то за фигня это у нас на наш терминал редактор вим попытался вывести стартовую страничку пользуясь escape последовательностями для другого типа терминал поэтому две точеку восклицательный знак и давайте перезайдем просто тупо а на самом деле у нас 266 color экстерма такие дела чтобы закрыть эту тему скажу что еще раз да понятие терминал это понятие комплексные во-первых терминал это либо железка которую я вам показывал либо эмулятор который показывает прямо сейчас который умеет передавать байты во вторых а мы сейчас про это чуть-чуть поговорим хотя возможно не настолько глубоко насколько вам это интересно значит во вторых терминал это не просто штука который умеет передавать туда и сюда байты а эта штука которая умеет их преобразовывать на уровне системы при старте например control c control d да и в тринетях терминал это при выводе на который управляющей последовательной стороны приложения с ним могут происходить интересные вещи там цвет меняться позиция курсора на очень крутых древних терминалах были даже аппаратная поддержка окон то есть встроенных регионов внутри которых работает скром а сейчас вам покажу одну офигенную штуку не собирался но очень хочется ща да у нас здесь экстерме установлен значит здесь так чаще 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 мало кто знает что экстерма он умеет имитировать не только терминал серии в т 220 и круче но и графический графический терминал с поддержкой векторной графики сейчас я его открою тектроникс винду это называется вот он он это я пытаюсь что-то написать на нем сейчас мы уберем вот вот есть файл с пески последовательностями который рисует ну скажем карту сша давайте его посмотрим вот он если его вывести сюда ничего хорошего не получится а вот если вывести вот сюда мне кажется что нам пора заканчивать про практику до экстерм это очень мощная штука он умеет имитировать кучу разных терминалов и в нем вот есть такая вот фигня встроенная вот я может быть следующий раз еще похвастаюсь я все время написал несколько тестовых программах нашли которые этим делом могут пользоваться вообще говоря по умолчанию во всех терминалах которые эмуляторы utf-8 поддержка юникода включена как вы понимаете с точки зрения самого терминала ему в общем все равно какие байты выводить то есть если вы воспринимаете терминал только потому что она работает потому что томас дикий это старая лдовый очень крутой хакер он может когда может поддерживать за поддерживать ответ на вопрос зачем ее поддерживать вот значит и потом вы не найдете больше ни одного устройства на котором выйти тектроник ски графику вы можете изобразить только на экстерме да так вот значит как вы понимаете терминалу все равно уникод это или не в смысле у тф это не у тф он просто выводит байтики правда в случае байтиков которые которые значит многокодовые тут действительно мы получаем целую тф а должны вывести один символ вот по моему по умолчанию меня у тф включен иначе бы я ничего такого не видел вас ну не важно важно то что да действительно есть а вот мы сейчас чуть-чуть про это поговорим чуть-чуть поговорим значит ok давайте продвинемся чуть чуть дальше и попробуем сделать начало для нашего домашнего задания а именно создать каталог в нашем давайте уберем всю вот эту фигню вот создадим каталог как мы собирались с именем сегодняшние лекции и вне чем поделаем значит чем мы поделаем мы напишем примитивную терминальную программу с помощью библиотечки который называется курсис обращаю ваше внимание что у вас должен стоять пакет который называется курсис devil по крайней мере в линукс в линукс называется он так сейчас покажу вот этот ну или вот этот кажется одно и то же двадцать надо у монтейнера спросить про монтейнерные я но я не помню вот значит что такое курсис обратите внимание на то что мы с вами уже говорили что все терминалы разные скип последствий у них разные и в общем писать консольную программу которая работает не только с командной строкой как с целетайпом но и со всей матрицы экрана довольно тяжело вот курсис это такой такой библиотечка для носи который позволяет вам пользоваться экраном вашего терминала как матрицей и даже поддерживать всякие примитивы типа окошек вот этого всего на экране вот да вот видите в запяне либо курсис дев значит я сейчас покажу какой-нибудь пример а ну вот же вот простой пример вот да ну вот сделаем вот так вот значит что у нас тут происходит в этом простом примере мы включаем скажем так стартуем курсис у нас значит смотрите курсис довольно долго был несвободным это был инструментарий еще того юникса с которым были unix wars и томас дикий все время его переписывал прямо брала переписывал вот и назвал его типа энкурсис потому что не увидим а вот сейчас это ну де-факто реализация популярная на современных системах хотя есть такая штука как пд курсиса который говорит уж не знаю как вас называть сокращенец михаил кажется вот ну да могут но это тоже простой пример значит что тут происходит мы определяем мы запускаем курсис мы определяем номер размер экрана вот обратите внимание что это не функция это макрос потому что он прямо сюда записывают результаты вот и мы где-то на серединке пишем пишем enter и string дальше мы вводим строку вот а дальше мы выводим вот давайте попробуем посмотрим что получится так но для начала как видите попытка скомпилировать эту программу приводит к тому что ни один из ни одна из функций в библиотеке курсис а также переменных просто недоступно потому что мы забыли подключить библиотеку и у нас есть какой-то out вот давайте посмотрим еще раз на то что что это за штука такая до инициализируем экран определяем размеры из этих размеров вычисляем в какое место нам быть вывести в какое место нам вычить вывести значит подсказку она должна оказаться посередине дальше мы вводим строчку обратите внимание getster get и нить скр это все свойства все это функции библиотеки курсис дальше мы вводим строчку дальше мы выводим строчку в другое место обратите внимание да значит похоже на printf но не является ею префикс мы вы означает что мы еще координаты в начале должны задать да значит координата номер строки номер номер колонки а дальше обычный printf вот get ch в конце означает что мы ждем произвольного нажатия символа ендвин означает что мы закрываем соответствую окошко вот и вся собственно программа носить выглядит она вот так это мы ввели строчку а это мы вывели строчку чтобы сразу поговорить о том чем отличается инкурсис от инкурсис в попробуем ввести сюда что-нибудь по-русски боже что это еще раз ну например и цукинг какая гадость совершенно справедливость библиотеки курсис можно забыть про все эти адские escape последствий вы правильно поняли на мой намек потому что курсис сама туда ходит как винти нифига не работает хорошо значит читаем документацию выясняем что для поддержки много байтных символов курсис нужно использовать другую библиотеку которая называется курсис в который использует ватча пробуем пробуем вести все тот же и цукинг стал только хуже что за ерунда и тут мы вспоминаем что есть такое понятие как локаль и локаль у нас внезапно стоит у тф а у запущенной программы в линукс локаль не наследуется то есть при запуске программы которую мы написали simple с локаль там будет позик естественно что в позик с локали не один из наших многобайтовых символов не воспринимается как таковой только обычный начинает что-то делать что надо делать просто этому вы возможно не увидите в инструкциях по по курсису а возможно вы это захотите сделать я естественно по погуглил и столько верфлом я послал на вот такое простое место вот сейчас посмотрим так локаль аж нужно еще сказать и все начинает работать про не блокирующий вот я сейчас успею рассказать и на этом мы видим закончим наш разговор вот смотрите значит обратите внимание что по умолчанию наш программа запускается в локале позикс а для того чтобы переключить его на текущую на текущую мы просто передаем пустую строчку вот такой вот такая таблетка внезапно нам позволяет запускать про программу в правильной локали и дальше все начинает работать обратить также внимание для того что для на то что для этого нужен нужна библиотека инкурсис в вот что еще надо рассказать про давайте посмотрим более сложный пример да здесь что у нас делается инициализируется вся библиотека курсис включается тот самый режим позначной активации о которой говорит сокращение да значит вот с этого момента при нажатии на каждый символ на экране будет происходить автоматически ввод и тогда будет будет работать самый гетч вот до этого так не работало что делать функции гиппад я даже не знаю но я думаю что она регистрирует нажатие на всякие ф1 и так дальше как именно нажатию на функции f вот дальше у нас вычисляется размер окна дальше создается новое окошечко я говорил что в курсе есть понятие окошечку правильного размера вот и дальше идет вечный цикл по вот так вот вечный цикл по вводу напоминаю что при нажатии каждой клавиши происходит активация и вот этот гетч работает каждый раз когда мы что-то нажимаем я попробую сейчас без этого цебрейка запустить вот обратите внимание на то что библиотека терминфо и соответственно вследу за ней курсис автоматически преобразует нажатие на стрелочки в какие-то целые числа в какие-то константы в действительности нажать и на стрелочке не такая простая штука как вам кажется вот смотрите эта стрелка вверх и это вниз это влево а это вправо дать еще раз вверх вниз право влево вверх вниз право влево то есть в терминалах не только последовательности которые выводятся на экран но и всякие кнопочки неравные собственно буквам возвращает эскеп последовательности например по и ждем по и ждал функциональные клавиши ну короче вот полный набор значит я попробую сейчас от мы сейчас увидим стойте 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 сейчас все будет значит что делать кредит не винт кредит не винт отдельная функция которая создает собственно окно и и рисует в нем ответ на вопрос андрея рисует в нем рамочку вот ламочка эта функция бокс это тоже функция курсис который просто рисует рамочку псевдографикой вот эти два числа это то что будет рисоваться на месте значит вертикальных и горизонтальных стоечек но если вы покажете 0 0 то он будет рисовать то чем по умолчанию удобнее вот а если вам хочется самостоятельно нарисовать рамочку то вы можете использовать функцию в бордер в которой вы указываете все 8 9 9 вариантов того что исходили что рисуется на экране 8 да угловые верхний и нижний ну и так дальше то есть у нас удаление их на будет состоять в том что мы сначала рисуем пустую рамочку а уже потом удавляем окно такие дела ну и наконец управление будет происходить так мы будем вводить по одному символу дальше удаляясь наше окно и перемещать его чуть-чуть в другое в другое место ну чего пробуем у меня работает только зависло а только зависло дрынс 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 вот кстати киев один тоже работает вот из-за этого вот ну собственно вот что будет если выключить вот этот цибрик будет очень неприятная штука не здесь хотя можно и здесь нет не здесь вот здесь мы выключили позначенную активацию сейчас только вот надо вот так сделать ну и тут кстати форму форматирование неправильно честно сказать так оно хотя бы виднее вот вот я выключил позначенную активацию я щас нажимаю стрелку влево ой нет работает странно 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 но факт позначенная активация ни на что не повлияло ну ладно значит она где-то включилась по умолчанию ладно поскольку у нас время поджимает я не буду приводить пример когда не работает давайте лучше сделаем последнее что я хотел сделать на сегодня это создадим примитивный make файл значит он будет супер примитивный про make на сегодняшний день вы должны знать только три вещи первое и главное что в make файле есть два понятия это цели и объекты ну например мы можем сказать так он это цель допустим нет не цель прок 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 это цель из чего она создается ну скажем из файлов вим . си минус упруг ну и давайте еще вторую цель напишем клин 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 что при этом происходит допустим мы отредактировали наш файл вим . си что-то там такое сделать неважно что в результате у нас файл еще out надо стереть сейчас вот в результате у нас давайте только мы сделаем вот так вот секунду вот в результате нашего редактирования файл прок кстати тут время неправильно ну ладно поменяем оказывается оказывается более старым что там говорится 900 ладно да да что ж такое у нас никак 9 часов не закончится я не знаю как с точностью до секунды посмотреть ну давайте еще 10 секунд короче говоря файл исходников оказывается более старым чем файл бинарников вот вот теперь он оказался более старым файл исходников более новый файл с бинарником более старый это означает что программа прок не актуальна по отношению к программе написанной на си и когда мы скажем make естественно мы забыли запускать здесь сказать вот мы мы запущен вот эту программу да вот при этом если мы повторим эту операцию то поскольку у нас программа программа проб теперь более новой чем программы вин .си ничего не получится если мы снова отредактируем наш вин .си неважно каким способом у нас опять выяснится что он более свежий и у нас опять будет создано да вот я хотел это второе что вы должны знать про make значит давайте я еще покажу как делается clean вот значит как видите у меня две цели в make файле одна из них называется прог а другая называется clean и про прог написано как его делать а clean это вообще не файл и поэтому при вызове вот этой программу он не создается вот так что мы можем всегда говорить make clean он всегда будет выполнять эту операцию потому что в результате него не создаться файл под названием под названием clean и второе второе что вы должны знать про make файл к сожалению у него синтаксически значимые табуляции вот тот рецепт который стоит в конце он начинается с табуляции ответ на на вопрос почему при команде make выполняется make файл потому что так устроена команда мы он ищет сначала файл под названием гну make файл потом мы их файл маленькими буквами потом мы файл с большой буквы в этом порядке и если встретит первый из них выполняет его по крайней мере так ведет себя гну мэйк да собственно все значит большая просьба домашнее задание я еще не до формулировал я его деформулирую вот спасибо спасибо за совет напишите это лучше в часик если вы там есть потому что это важно я имею ввиду в телеграммный вот значит я еще не доформулировал домашнее задание но в вашем домашнем задании должно встречать должна быть программа которая на курсе написана которая показывает показывает содержимое текстового файла вот и должен быть примитивный make файл нет make это отдельная совершенно утилита она является надстройкой над баш в том смысле что вот вот здесь вот выполняются команды вашего интерпретатора командной строки но это не обязательно должен быть баш вот в следующий раз у нас будет большой разговор про make и там будет и книга про make и и и и все что хотите вот в этот раз у вас должен быть примитивный файл вот такой даже не вот такой а вот такой и здесь должна стоять табуляция просто привыкнуть к тому что в этом месте в этом месте должна быть табуляция такие дела собственно на этот на этом все значит еще раз я немножко не дописал формулировку домашнего задания будьте добры дождитесь когда я допишу я прям сейчас это сделаю вот если есть какие-то дополнительные вопросы давайте мы и будем обсуждать в чатике а то я уже на пять минут свое время просрочил вот на чем собственно видимо тогда до следующего раза напоминаю что у нас теперь лекции по понедельникам в понедельник следующий будет лекция